Ночью давайте быстренько по одной карте посмотрим, кому что нужно сделать в Серпентос, откупиться чем и как, совет от его правителей, от темных богов, что или нужно откупиться, или сохран поставить, или чего-то не делать, или он вообще у вас пройдет незамеченным, но я очень сомневаюсь, как слишком долго он горит, что с техникой творится непередовое. Загадывайте свой вариант, и я открываю карты. Первый вариант у нас Солнце, и Солнце с детьми. Вы знаете, вы очень четко увидите все свои события в жизни, свои слабые места и свои сильные места. Очень все осветит, к вам придет прозрение и понимание в эти моменты. И еще вам советуют поставить Сохран к Богу Солнца, к любому Богу Солнца. И лучше всего это сделать побыстрее, прочитать Сохран. Если у вас Солнце, бывает, постоять под лучами Солнца. В эти моменты как можно больше. И вообще я советую выложить вам карту Солнца, и держать ее у себя на алтаре. Если у вас нет Таро, то сделайте эту фотографию и носите как защиту. Вам надо поставить именно защиту карта Солнца и прочесть Сохран. К любому Богу Солнца. Или посмотреть ритуал защиты. И еще совет, у кого есть дети или питомцы, чтобы вы их берегли и за них тоже прочли. Сохран. Вот такой вам совет, что вы можете сделать. И держите пока не пройдет 7 дней. Вот у себя карту Солнца. И не трогайте ее. Еще учистливую в рамочку положите. И ни в коем случае ее не убирайте, не трогайте. С алтаря. И пока он не пройдет, так и держите. Это быть вашим Сохраном и Амулетом. И так и скажите. Бог Солнца, кому вы просили Сохран, к Ра или к Молоху, храни меня и храни. Вот такой совет первого варианта. Мы переходим ко второму. У нас второй вариант. Тут восьмерка жезлов. Это связано с водой и хота. Вам лучше в речку что-то бросить. В воду. Или если у вас снег. Или камушек. И если у вас снег выпал, то слепите что-нибудь из снега. Снеговичка там. Или нарисуйте на снегу. Если у вас нет снега, опустите в воду, бросьте камень. Или перо. Лучше всего тут перо или ветку. Вам надо обращаться к богам вод. И просить защиту. Тут к богам вод. За Сохраном и Защитой. И прочесть восемь раз Сохран. К богам вод. Просите любой ритуал защиты. Восемь раз. Не перепутайте. И еще вам хорошо перейти мост через реку. Если вы перо найдете, обязательно бросьте перо. Или оно у вас есть. Вот такой вам второй вариант. Чтобы у вас лодка вашей удачи по жизни не перевернулась. Это для вас. Лучше всего вам к песне вот обратиться. Скажем так. Или дать любой откуп от этого соединения. Любой по восьмерке. Любой, в общем-то, ритуал от этого тут подойдет даже. Лучше всего тот, который с водой. По восьмерке вам ритуал. Любой надо посмотреть. На Марс, на Солнце с Серпентосом. Смотрите ритуалы как можно больше. Даже онлайн тут. Подойдет на берите. Вам восемь ритуалов любых. Надо посмотреть богам. Вот еще лучше на Серпентос. У вас это тогда проиграется. Как вы уже просмотрели это в ритуале, а не в жизни. Перенести, скажем так. Вытеснить. Такой совет. Очень специфический. Он сработает. Вот восемь раз. Если маленький раз, то восемь раз перейдите в мостик. Но посмотреть восемь ритуалов вам нужно обязательно. Вот к богам. Вот. И лучше всего связано именно с Серпентосом, чтобы он от вас отстал. Вот такой совет. На этом мы прощаемся. Переходим к третьему варианту. Третий вариант. Вот тут в прямую. Гоняйте крыс. От врагов. Используйте все это время от всех врагов. Которые особо вас хотят разорить. У вас они есть. И у вас получится выгнать этих гнусных крыс, гнусных мышей. В общем-то у вас есть или родственники, которые хотят съесть ваше состояние. Тут крысы, видите, как просто танцуют на мешках с зерном. Или поживиться вашей силой. Тут надо просто выгонять всех крыс. Это очень хорошее время выгнать врагов. Вот там дубины. Но это семерка. Тут нужно еще какой-нибудь за это дар принести. Тот, который у вас есть. Вот тут можете хлеб, кусок вынести. Можете кашу вынесите. Чтобы вас не разорили. Тут нужно именно принести дар. Взять любой ритуал на серпентес от врагов. И принести дар. Дар тут мешок. Вот именно с крупой или хлебом. Но хлеб лучше берите белый. Или любую кашу сварите без соли. Немножко вынесите. А если животные съедят, тем лучше. Хлеб можете покрошить. То, что у вас есть. Вот чтобы вас не разорили эти гнусные крысы. Они так активизируются. Я удивляюсь. Но вот они не знают ничего. Они неграмотные, необразованные эти люди. Но они очень хорошо чувствуют. Вот эти соединения. Они так на них активизируются. Я просто поражаюсь. У них это получается. Просто фантастичным образом. Некоторые там все время молятся. Пришипет. Я все время думал раньше, чего они молятся. Они не молятся. Они работают. Вернее, они работают вот этим. То есть гоняйте крыс. Все ритуалы от врагов. Тут хороши. От соседей. Все гоняйте ваших крыс. Как бы у вас все в этом плане очень хорошо сработает. Но нужно какое-то вот такое зерно. Дар принести. Это именно не откуп вам, а дар. Надо принести. Вот такой совет. Третьему варианту мы прощаемся. Переходим ко второму. Нет, четвертому. У нас четвертый вариант. Последний. Тут шут. Ну, это самый легкий. Вообще тут, можно сказать, неплохой. Начинается солнцем, кончается шутом. Ну, тут шут на фоне солнца обращается к солнцу. Это фараон обращается к рам. Держит он два яйца в руках. Вот и вам надо два яйца принести в дар богам солнца за сохран. Защита тут неплохая. подсказка даже дана подсказка. Два яйца ну, или какой-то там аналог. Два предмета. Принесите в дар. Решут еще озарения и прозрения. Защита тут неплохая. И еще есть совет просто обращаться как можно чаще именно к контакту с высшими силами обращаться. Тут не важно какой ритуал вы смотрите расклад, но вы должны это делать вот как молитва несколько раз в день обращаться. как вы обращаетесь и с чем не имеет тут значения. Главное, чтобы вы как молитве делали это часто. Вот как мусульмане там несколько раз в день молятся, вы несколько раз в день должны обращаться. Можете онлайн любой ритуал смотреть, можете расклад вот все это время. Ну, вот утренняя и вечерняя молитва дневная это обязательно. Три-пять раз в день вы должны обращаться. Но если вы практик, то для вас это норма. Для прочих это не норма. Но в этот раз вы должны вас именно защищать. Причем это ритуал, это не просто молитва. Видите, он приносит дары и все ждут. Это ритуал как жрец. То есть это не просто пошли, поставили свечку в храм и успокоились. Нет, это регулярное обращение. Но это именно ритуал вы должны смотреть и касание силы. Это не просто что помолились, прочли молитву. Это тут недостаточно. Он именно приносит дар, полное подношение. Если у вас нет даже яйца, то сожгите какую-то ветку, две ветки. Главное, чтобы вы живое сожгли. И под лучами днем тут ритуал. Если вы оставляете, то оставьте на каком-то камне или возвышении на алтаре два яйца. Или сожгите ветку хвойную, живое что-нибудь. Подожгите потихонечку, чтобы пошел дым. Тоже вариант. Главное, чтобы это было живым. Вот такой расклад. И на этом мы прощаемся.